Солдаты этой войсковой части с человеческим горем соприкасаются по долгу службы. Их каждодневная наука побеждать сводится к нескольким приемам запаивания цинковых гробов. Ритуальные принадлежности здесь такая же неотъемлемая часть портрета, как для танкиста боевая техника. Есть даже своя эмблема. Нет такого рода войск. Центр погибших. В мире всего два таких подразделения. В американской армии, штат Оклахома и в российских вооруженных силах. Город Ростов-на-Дону. С виду обычная воинская часть с обычным распорядком дня. Подъем, занятие, хозработа. Даже такое понятие, как боеготовность, здесь никто не отменял. Правда, готовиться всегда к худшему. Мешки с песком и бетонные волнорезы – лишнее тому подтверждение. КПП выходит на территорию Центрального окружного госпиталя. Вроде бы бояться нечего. Можно было сформальности, конечно. Повышенные меры безопасности имеют одно логичное объяснение. Центр оснащен импортным оборудованием на миллионы долларов. Надо беречь. Майор Иванов, помощник начальника центра, первым делом ведет показывать его, точнее их, холодильные установки производства Италии. 17 блоков, каждый в расчете на 24 тела. Был период, когда переполнено было это все? Счастья нет. Сколько мертвых душ прошло через эти камеры, не сосчитать. Все до единого из Чечни. Именно боевые действия в Чечне, как не кощунственно это прозвучит, дали жизнь новому уникальному подразделению – 522-му центру приема, обработки и отправки погибших. Таково полное, официальное название. Его предназначение – сохранять тела погибших до тех пор, пока они не будут опознаны. В худшие времена весь этот гигантский холодильник набивался под завязку. Сейчас здесь хранятся скелетированные останки восьми погибших. Возможно, еще с первой чеченской. Кто они? Военные? Или это были гражданские лица? И что? Неизвестно пока. А откуда эти тела? В Чечне. Дополнительная информация будет позже, когда специалисты 124-й военно-криминалистической лаборатории составят максимально полную картину генетических и анатомических особенностей покойных. Только после этого разрешается захоронение. Останки, которые сейчас за этой дверью, обнаружили уже в могильнике. Пришлось эксгумировать, специально для того, чтобы произвести идентификацию. Зрелище, уверяет майор Иванов, не для слабонервных. Это не специфика случая, это характер работы в целом. Не зря бывавшие здесь боевые солдаты и офицеры нередко оказывались на грани обморока. Вот что я буду бегать по горам, вот там, чем вы здесь. Ну, когда привезли нас, мы потом пошли показывать холодильник, там показывали нам, завели. Ну, пацаны тоже. А потом что-то их позвали там на запайку. И я аж пошел туда и увидел, короче, первый раз. Ну, сразу как-то так было, конечно, не по себе, но потом ничего. Воспоминания о первых неделях службы неизбежно связаны с самым главным испытанием. Оказывается, видеть смерть в лицо и на экране телевизора – две большие разницы. Поэтому солдат-срочник, попавший в центр, имеет привилегию – право выбора. Принудительно никого не оставляют. Командиры говорят – себе дороже. Вот недавно, буквально в августе месяца, такой Макаров был. Сбежал отсюда, потом поймали, вернули. Вот, и сейчас комиссовали. А комиссовали зачем? Ну, могу здесь служить. Ночами там трупы снятся, там все так. Вот, положили психушку, комиссовали. У подполковника Полуэктова тоже был период привыкания. По своей первой военной специальности он строитель. Когда-то мерил заслуги перед отечеством, количеством сданных квадратных метров. Теперь, признается, все намного сложнее. Долг человеческий и служебный здесь имеют очень зыбкие границы. Сложность в том, что приходится работать постоянно с сопровождающими, с родителями, с родственниками. Каждый со своими эмоциями, каждый со своими претензиями. Вот, верхнюю парышечку возьми же, приподними. Ну да. Гроб цинковый, плюс деревянный, плюс ящик-саркофаг. Все это в изделии Г-3. Вместе с телом покойного печально знаменитый груз 200. 200 килограмм. Примерно столько весит комплект в сборе. Сейчас ангар буквально затоварен ими. Впрочем, такие термины не используются. Во-первых, это своеобразный вклад в боеготовность. Во-вторых, ритуальные услуги здесь бесплатны. Последний долг Министерства обороны перед погибшим. Для последней прощальной церемонии есть часовня. Солдаты и офицеры центра справедливо считают, их работа не хуже, чем у других. Может, иногда менее приятная. Так ведь и в этом можно найти скромные преимущества. Офицерам за психотравматические условия службы положена прибавка к зарплате – полторы тысячи рублей. А для рядового состава – те же фузработы, хорошая разрядка. По крайней мере, ничего лучшего пока не придумали. Субтитры подогнал «Симон»!